за второй подкаст 2 по 3 со старым новым годом со старым новым годом кофеек разумеется фирменные крючки заказали цвет блендера кстати так долго подкаста не было потому что новый год начался чудесно взятком заболели вообще все до воспаления легких бронхитов и прочего прочего вот только сейчас разошлись потихонечку немножко просыпаемся после новогодних праздников да немножко входим в режим в ритм но по плану следующий подка должен был выйти 4 числа 4 января это слишком выйдет он конечно 18 у нас у нас не столько тем для обсуждения чтобы каждую неделю подкаст пускать а еще по вашим просьбам и по нашим тоже хотелкам потому что это выглядело странно в прошлый раз мы ждали вот этого было вот так стало вот так чуть-чуть получше знаем еще здесь темно все будет до эти время многие кто писал про то что свет дотяните звук дотянуть мы учимся кстати про звук да вот мы сейчас опять одновременно говорим и вопрос если эхо просто не знаем как это исправлять если вы прошаренный подкастер внезапно расскажите как убрать эхо когда мы говорим одновременно ведь когда мы говорим по очереди мы вырезаем дорожку другого и все нормально но если мы говорим одновременно эхо как убрать микрофон настроить хотя возможно у меня спросить у меня ты не спрашивал возможно звук кстати обработанный уже и на подкасте это выглядит странно потому что все нормально а собаку не слышно кстати напишите собаку сделали погромче правда она в спячке на улице минус 27 или 28 погромче собаку сделали написали сделать собаку погромче кстати про то что писали писали много всякого разного и решили обсудить чуть-чуть раз давай почитать комментарии даже решили и разогнать немножечко потому что эти комментарии дают нам темы для обсуждений и есть скриншоты некоторые и начнем с самого душного комментария давай но не душно блин не люблю вот это слово нас ладно не душно он такой очень аргументированный но на тему которую можно подискутировать да тима чина 1234 пишет перспективы тут очень большой комментарий поэтому будем блоками его читать перспективы у дизайнеров сегодня приблизительно такие же как у лифтеров фонарщиков и трубочистов на рубеже 19 и 20 веков около нулевые какое-то время они еще смогут зарабатывать на хлеб пока в среде заказчиков не вымрут динозавры не умеющие в нейронные сети но это ненадолго обсуждаем первая тема вымрут ли дизайнеры с нейронками и если такая действительно проблема которая затронет собственно всю индустрию да реально вымрут ли дизайнер опять-таки на рубеже не пяти лет а там 30 лет допустим очень спорно очень спорно потому что вот самый часто приводимый пример с этими станками когда когда появились станки чпу сразу вымерли вот эти люди которые за ними стояли и фрезеровали условно да но остались люди которые как называется операторы чпу который просто по сути переучились новую профессию и начали продолжили вернее также работать просто на чуть других станках я думаю здесь будет тоже самое просто люди дизайнеры которые раньше в основном делали ручками начнут прибегать к другим инструментом в виде нейронок но опять таки это вот если мы не захвачь захватит нейронки последние так полгода уже особо не хайпует эта тема ничего супер нового не происходило возможно она замедлилась возможно перестали следить или это не да скорее всего перестали следить потому что вышла же 6.0 по моему миджорни лишь 6.0 она делает прям намного круче но я это не использовал в работе пока боюсь представить когда она вышла потому что недавно по моему в декабре она вышла в конце декабря подписками миджорни оплачено пару недель оплачено оплачено да почему-то до 20 числа я знаю почему потому что ты что-то делал в конце декабря я завел деньги на каждый миджорни оплачивает зарубежные карты я туда завел день и видимо она списалась я замечал что как будто бы там что-то не сходится там типа 700 бат или что-то но нормально потому что мне вот нужно было я нужно было что-то сделать я потестил и она реально делает получше более фоторильно типа швейс или пять там три нет шесть шесть альфа альфа надо будет посмотреть и получается что но за 30 лет вот они допустим появились но сами дизайнеры как дизайнеры которые не трогают нейронки а именно дизайн это вот как мы обсуждали как бы это я не знаю можно ли про это говорить но вот логотип для вот мы только что обсуждали да 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 вот и там такое сделали ну вот типа пришел ребятам заказ сделать логотип как и ребрендинг логотипа для одной компании и там уже есть четкий маскот есть четкая структура должна быть вот это вот это и вот такие там два слова условно и как его переделать чтобы это все было в общение этого невозможно там такие гении чтобы это осмысленно еще было получилось идеально взяли все что просили ничего не добавили передизайн и получилась лакшери я не знаю как нейронка нейронка должно осознавать что от нее требует. Потому что, например, трандомно набрасывать элементы, да, и вот этих маскотов. А вот это, это вот именно дизайн, как вот дизайнер сидит. Элемент искусства как бы остаётся, который должен присутствовать в любом случае. Не может нейронка. Это как в том фильме, что ты сможешь сделать искусственный интеллект. Ты сможешь написать симфонию? Не сможешь? Я робот. Да-да-да. А ты сможешь написать симфонию? Я смогу камеру поставить, как нейронка не сможет. Хотя, кто знает. Камеру нейронка пока... А может, может. Камеру поставить? Теоретически. Ну, нет такой нейронка, мне кажется. Нет, теоретически. Вот, допустим, в стейбле, когда снимают вот эти видосы на TikTok, когда там изменяется, вот это всё, ты прописываешь движение камеры скриптом, что в нулевом кадре у тебя в таких координатах камера, в 50-м в таких, в сотом таких. И ты можешь что сделать? Ты можешь в блендере поставить камеру просто ручками, как тебе надо, заюзать скрипт, и он тебе всё это, как, транскрипцию сделает вот в этот код. Ты его подгружаешь, и у тебя нейронка вот ездит так. Возможно, если я, кстати, не знаю, чат GPT попросить сказать, вот так вот это получилось у меня, ещё вот так и вот так вот три раза, сделай мне другое крутое движение. Чё он сделает? Камеру будет вот так вот делать, или она будет как-то более красива? Именно скриптом ты имеешь в виду, чтобы он что-то написал? Ну, типа, да, в каких координатах у кадра находится? Но это в любом случае как-то очень сложно ему явно будет. Я думаю, это невозможно, чтобы он нормально сделал. Сделай так, чтобы не было отклонения больше, чем там одна десятая градуса за один кадр, при этом у тебя камера должна ехать, объяснить, что ось X это туда, Y туда, Z там условно наверх. И типа, сделай мне, чтобы камера ехала вперёд, направо, налево, заворачивалась вокруг своей оси, пятая, десятая. Возможно, он сообразит, но я не знаю. Это вот как с той темой, что чат GPT же как бы пишет коды какие-то, да, когда ты ему запрос пишешь, но он пишет их после там десятой итерации правок от тебя. И возможно, вот когда ты ему там накидаешь там правок, он в какой-то момент и сделает. Ну, блин, это очень такое сомнительное всё. Опять же, это же без человека никак. Это просто инструмент, который тебе ускоряет работу, но ты-то здесь в любом случае нужен. А через 30 лет? Блин, сложно вообще говорить, что будет через 30 лет, потому что 30 лет назад не было, блин, мобильных телефонов условно. Ну, были какие-то. И что было 5 лет назад, не было, ну, какие-то, наверное, были нейронки, но мы даже примерно о них не слышали, скорее всего. 19 лет, 19-й год, да. Ну, где-то они были, возможно, в разработке, но мы же про них, да, ничего не слышали. Это были, скорее всего, те нейронки, которые, типа, нейронка, которая делает логотипы, подгрузили 100 элементов логотипов, она делает логотипы. Вот, кстати, с логотипами нейронки же что-то могут делать, даже тот же самый Миджорни. Но вопрос, какого качества будут эти логотипы, насколько они будут осмыслены в тему. Вот, например, логотип Blender Family, который вот новый вы видите на чеках, он скоро везде появится. Я пытался сделать его через нейронки. Миджорни? Да, я пытался объяснять ей, в каком мне надо стиле, как это должно быть. Она не соображает же буквы и слова, и, соответственно, не могла это сделать. И она делает, там, пишешь, у меня такой-то канал, там, 5-й, 10-й, там, через чё-чё-чё-пытался сделать промт, отправил. Она делает, там, кругляшок, в котором элементы кубиков летают, там, какой-нибудь хвостик от Blender, супернагруженная композиция, которая не читается. Ну, типа, это странно. Это пока остаётся за человеком. Я не знаю, почему он начал говорить про логотипы, вообще, это 2D-шная тема, но как бы... Это отличный пример того, что нейронки пока не могут, ну, в плане вот прям на уровне, на уровне бога вот тот, когда тебе надо вот всё сделать. Супердворчество. Чтобы это было читаемо пользователям обычным. Я спрошу, возможно, мне разрешат показать пример, как было и как стало. Если что, это будет вот здесь, да? Да, но если нет, значит, мне не разрешили это сделать. Мы его просто машем руками. Да, вот. И, кстати, был какой-то комментарий, по которому я планировал рассказать, кстати, про этот заказ. И сейчас, возможно, выведите склейку, пока я ищу этот комментарий. Давай. Короче, я не сообразил, к какому комментарию я хотел это оставлять. Плюс мы ещё решили, что из новогодних праздников там никто не работал. Да, нет никаких новостей, что можно. Так, это непонятно, к чему я это говорю. Да, там был комментарий. Расскажите про недавний какой-то опыт. Возможно, я к нему хотел, но, короче, опустим эту тему. Продолжим обсуждать то, что мы обсуждали, про именно вот этот комментарий. И я думаю, что в рамках там 30 лет... Давай, возьмём сколько лет мы будем ещё работать в дизайне? Давай 20 лет. Вот так берём, когда ты именно дизайнишь. Ну, допустим. Потому что через 20 лет, возможно, будет команда, которая дизайнит, и неважно, как она дизайнит. Было бы классно, конечно, сколько это... Сколько тебе лет? 27, да? Будет 50 почти. Да. В рамках до 23 лет. Но, опять-таки... Блин, вообще нереально что-то представить. Вообще, да, я не могу. Оно так быстро всё идёт? Очень быстро всё развивается, блин. И представить, что будет даже через 20 лет, это вообще просто взрыв мозга. Где вот эти вот из назад будущего... Я понял, да. Из назад будущего летающие скейтборды, которые были, или летающие машины. Я помню, где я когда увидел, я выгугливал, где такое купить. Как же я выгугливал? И у меня даже в толк мне не приходило, что такого просто нет. Ведь год-то там близкий какой-то к этим уже был. Ну, я уверен, через 20 лет их всё равно не будет. Ну, скорее всего... Не туда мы развиваемся. А вот смывающаяся втулка, знаешь, туалетной бумаги или что-то типа такого вот из той же серии явно будет. Которые пропали, мне кажется, в России. Но если вы знаете туалетную бумагу, смывающуюся втулкой, напишите название в комментариях, пожалуйста. Зева нынче не смывается по каким-то причинам. Возможно, санкции, то, что вам теперь нужно выкидывать эту бумажку. Ну, вот. Ну, подожди. По поводу вот того, что, возможно, будет в будущем. Недавно видел новость. То, что китайцы, по-моему, сделали атомную батарейку. Которая будет якобы... Ну, понятно. Якобы, не знаю, насколько это правда. Будет работать 50 лет. Она примерно вот такого вот размера, размером с монетку. И не нужно будет подаряжать, естественно. И она никак не опасна. Она не будет взрываться, как вот эти вот батарейки. А это атомные электростанции? Нет, как батарейки, скорее, в телефонах я имел в виду. А как Чернобыльская станция? Надеюсь, нет. Но пишут, что это якобы будет все максимально безопасно. И вот если будут такие батарейки везде, представь, насколько круто будет, насколько такие вот источники энергии будут везде же просто. Я мечтаю о том дне, когда у меня будет телефон, который не нужно будет заряжать. Телефон на уране. Но я пытаюсь все еще сформулировать эту мысль. Мне кажется, что через 20-30 лет один фиг дизайнеры, они будут в своем классическом представлении. Потому что нейронка, она будет как там какой-то софт, который решает. И то не во всех вообще направлениях, а только вот в тех, в которых она умеет картинку сделать. Она умеет придумать текст. Она умеет сейчас. Видео она хреново делает. Но через 20 лет, я уже думаю, будет делать нормально. Но опять-таки, эта тема такая стоковая. Она заменяет, допустим, стоки, но не сам классический дизайн. Потому что что может задизайнить Миджорни? Странный логотип она может задизайнить. Она может помочь привести тебя к какой-то идее на этапе арт-дирекшна, как что-то будет выглядеть и все такое. Но она не может тебе сказать вот так, вот так, вот так. Готовый продукт она не может делать. В любом случае тебе его нужно дорабатывать. И это процесс такой интеллектуальный, процессуальный, я не знаю, как сказать. Но фишка в том, что она будет тебе по алгоритму к какому-то кидать, по твоему запросу, просто рандомные там идеи или видео, но она не даст тебе четкого вот какого-то творчества, как опять-таки вот это вот процессы искусства и формирование какой-то идеи. По-четко, потому что человек поймет человека лучше, чем любой робот поймет человека. Скорее всего, так же будет и через 30 лет. Поэтому думаю, то, что здесь я могу возразить по поводу того, что мы будем как лифтеры, дизайнеры, они останутся, пускай они преобразуются, какая разница. Посмотрите на дизайнеров 20 лет назад. И сейчас они точно так же преобразовались. Появился новый софт, появились новые возможности, появились новые инструменты. И мы делаем те вещи, которые сейчас нам кажутся обыденными, но 20 лет назад это было просто, что это такое вообще, это будущее, мы все вымрем. Ну, не вымерли же, даже не заметили, что что-то произошло. Скорее всего, будет то же самое. Мы можем плавно перетечь в другую тему, то, что половина дизайнеров отпадут, а там рут за ненадобностью, потому что быстро все будут делать, ну, малое число дизайнеров. Возможно, может быть так, да. Там было это отдельно? Возможно, нет, не было. То, что провинциальные вот эти вот померки. Это мы дойдем сейчас, да. Окей. Это была только первая часть этого комментария, он большой. Верю, конечно, следующее. И это хорошо, потому что все эти ребята из гуких сел, заполнившие рынок дизайна, криворукие и лишенные вкуса, но амбициозные и нахрапистые, практически уничтожили дизайн как ответвление искусства, превратив его в похабное ремесло. Это хорошо, пишут, что всем мы отомрем, потому что дизайнеры там провинциальные все портят. Опять-таки... Вот я об этом и говорил, да, что давай. Была мысль. Предположим, вы дизайнер с опытом 20 лет, который берет 10 тысяч рублей в час, там 100 долларов в час и делает просто вообще верхушку искусства, к вам обращаются всякие. А вот магазин Sony, который подушки продает из города Тула, ему нужен рекламный ролик. Он ему куда? К вам обращаться? За сколько денег? Да, за миллион тысяч рублей. Да, он в год выручки нет, скорее всего, сколько вы возьмете за этот проект. Ему нужно обращаться к провинциальным дизайнерам, которые как раз-таки пока что находятся на этом уровне. Как магазин когда-нибудь перерастет в более большую франшизу, так же и дизайнер когда-нибудь перерастет в какую-то большую тему. Все... Любой спрос должен в итоге покрываться. Основная мысль, что есть вот эта ниша, как бы... Блин, тоже не нравится это слово провинциальное, потому что мы тоже провинциалы. Провинциальный... Как-то... Ну, понятно. Заказчик, типа. Которому в любом случае нужна низкобюджетная какая-то реклама, дизайн, который тоже люди должны какие-то закрывать. И этим как раз будут заниматься вот те люди, про которых написано в комментариях. Вот именно, да. Это как бы даже неуважение, я бы сказал, к общему сообществу дизайнеров, потому что топов, там сколько, 3%, а 97% — это все эти остальные условно провинциалы, которые находятся в процессе роста до этих топов. Условно провинциалы, типа начинающие джуны, те же самые, которых тоже куча. Да. Вот типа джун — это провинциал, а что, если он не провинциал? Да. Но это ладно, это такая придирка насчет провинциала, но в любом случае любой спрос должен покрываться соответствующим уровнем навыков, соответствующим бюджетом и так далее. И даже через 50 лет, возможно, когда дизайнер отомрет, вряд ли какой-нибудь магазин Sony, если там не... Ну, им будет влом изучать нейронки. Да я просто понял, если где-то магазин Sony каких-то подушек, и я всегда воспринимал, как вот это представитель того самого. Вот, и явно... Короче, кто-то должен закрывать вот эту нишу в любом случае, ну, и никуда не пропадет этот магазин Sony, и их будут тысячи, сотни тысяч появляться везде по всей... Ну, в России, мы же про Россию говорим. И также вспомните, а с чего вы начинали? Да, опять же. С говна, скорее всего, вы начинали. В любом случае. Да, деньги-то надо где-то иметь, где-то нужно искать заказчиков, и явно заказчики какие-то были, когда вы начинали. Они же... Если вы работаете, они когда-то появились, и вряд ли, когда они появились, вы уже были профиком. Правильно? Поэтому вы были... Каждый из нас, каждый из нас был тем самым провинциалом, вот так же будем делать, чтобы мы сами провинциалы. Вот. И... Ну, короче, вот, я думаю, мысли десна. Ну да, да. Вот. И мы продолжаем этот комментарий, потому что он всё ещё достаточно большой. Вполне очевидно, что пока ещё не поздно им, провинциалам, в срочном порядке надо искать нишу в секторе экономики, которую не сможет занять сеть и роботы. Очень странно. Нишу в экономике не может занять нейросеть. Я думаю, она может куда более продуктивно, чем в дизайне её занять, потому что это какие-то там математические, логические функции, которую не сможет занять сеть и роботы. Курьеры, таксисты и переводчики отпадают сразу. Но я не думаю, что у кого-то есть цель в жизни стать курьером в плане там в ближайшие 30 лет. Курьеры и таксисты, это... Таксисты, ладно, вот всякие курьеры, я думаю, это скорее стартовый момент, когда ты там что-то ищешь и всё такое. Но не всегда, кстати. Ну, как бы да. Вот. И, кстати, а что курьеры? Все представляют то, что будут ездить эти роботы. Маленькие роботы от Яндекса. Пока у нас государство не изменится и не станет всё нормально, роботы, которые курьеры, нам точно не грозят. Они просто не проедут. У нас полгорода просто не чищены, и я не понимаю, почему. Вот. Обсудим муниципальные вопросы. Позавчера, да, ехал на машине, у, там вообще жёстко. Вот так вот. Ну, это вот был день такой, на самом деле, когда прям столько снега выпало, да. Ну, ладно, это не конец ещё этого сообщения. В противном случае закрывать ипотеки и кредиты на «ланцеры» в кавычках. Почему «ланцеры»? Какой год вообще? Придётся парными внутренними органами. Реально какой-то агрессивный немного комментарий, ну, как не немного, он прям... Ну, зато есть, о чём поговорить. Негативно агрессивный, но уже сколько у нас, мы 20 минут этот комментарий обсуждаем просто. Ну, так молодец, пишите такие комментарии, это огромная тема для обсуждения. Прям реально тема всего подкаста задала вот такая история. И опять-таки, это нейронки и развитие нашего будущего, ну, блин, ну, не отпадут. Ну, ладно, таксисты могут отпасть, но мы не такая технологическая страна. Ну, и точно не в течение 30 лет. В течение 100 лет, возможно, когда вот будут вот эти автомобили с полным автопилотом, чтобы они полностью... Плюс, я думаю, вот эти профсоюзы в Америке, там существует ли, интересно, профсоюз таксистов? Наверняка. Там есть профсоюзы... В Америке явно, да. Но мы же про Россию говорим, правильно? Ну, да. Ну, в плане, даже если там в ближайших сроках, там, 20 лет, выйдут таксисты, постоянные машины беспилотные, таксисты просто поднимут бучу у вас в вашем беспилотной Тесле, который вас везет, будет сидеть вот этот вот дядя Вась, который просто ожидает... Да-да, что какой-то ситуации, чтобы ему руку на руль положить. Да, потому что, что это вы будете ехать в тишине? Он будет сидеть просто и орать на всех вот так через лобовик, потому что они подрезают как бы вашу Теслу. Вот. Но, опять-таки, я думаю, это для России дойдет очень нескоро. Опять-таки, мы не знаем, что будет через 30 лет и даже через 3 года, но по нынешним реалиям и по оглядке там на последние 10-15 лет, через 30 лет таксисты и курьеры еще пока останутся у нас. Ты знаешь, о чем подумал, что это будет как в рамках аттракциона такого, когда будут уже фул автопилоты и просто ты вызываешь не обычное такси, а такси с человеком. Это не у всех есть. Доп-тариф. Доп-тариф, да, за доп-плату. И он едет, там всех обсирает, я не знаю, что типа его подрезают, все такое, чтобы почувствовать этот вайп, блин, начало 21-го века. Это как ретро-такси. Да-да-да, реально. Или ты, а вот, ладно, мы такие обсуждены, в Америке быстро может прийти к нам, долго, а на Кубу это когда придет? Там до сих пор, я не знаю, что там, ездят тачки какого года, 50 лет назад. Вот, так что это все опять-таки не может обсуждаться в контексте какого-то конкретного там, какой-то конкретной локации на нашей планете. Это все супер, уникально. Вот. Но получается у нас тема подкаста не ироночки. Ну, вообще не против, на самом деле. Вот, но, как вы могли заметить, вот представьте, год назад, полтора, когда все это начало звенеть, насколько была горячка, насколько волосы дымом вставали, каждую неделю мы охреневали от чего-то, а сейчас? Насколько все это сильно угасло сейчас, реально ниоткуда не слышно. Опять-таки, это все может быть субъективно в плане того, что кто-то следит, кто-то не следит, но общее, ну да, не то, что количество новостей, а их значимость, она явно подупала. Вот. И это, скорее всего, вот как вспомните, биткоин какой-нибудь опять. Он появляется, а потом исчезает на 3-4 года, а потом снова в тренд входит, и то же самое. Это такая трендовая тема, вот этой параболы, как она там. Здесь, конечно, то же самое. Через 3 года пускай они стрельнут опять. Да, будут что-то сделают вообще опять мозгово-носящее, что оно будет, возможно, видосы, кстати, знаешь, ты просто пишешь промт, а он тебе нормальный видос выдает, когда вот, и, возможно, опять стрельнут. Но они все равно, они пришли в этот год, они постреляли, и они вошли в нашу жизнь, в жизнь каждого они вошли, и мы каждодневно стали хоть что-нибудь доиспользовать. Опять-таки, Majorney, чай GPT, просто forever. И для тех, кто упарывается, поехали остальные там нейронки и так далее. И то, что GPT, например, Дали в себя интегрировал прям спокойно. У меня постоянно в TikTok, Instagram, YouTube, Brils, как они там уже попадаются. Да, я тоже вижу постоянно. Представь, там такие нетолерантные темы, представь. Ну нет, там, например, было что-то, супервкусный покея, например, мне представить. Еще более вкуснее. Еще впустее, да. Там же вселенная какая-то. вселенски вкусная. Вы должны были такое видеть. Если найду, но я не буду искать, но если найду, вот тут покажу. Вот. Но это будет долго длиться, поэтому вряд ли. Ну и так, что я думаю, нейронка, это такая тема, когда я... Да я тебе скину. Я знаю, где найти там картиночки. Вот. Думаю то, что не все так чисто, как здесь написано. Я думаю, у нас есть огромное количество времени, чтобы адаптироваться. И это будет абсолютно незаметно. Не надо специально адаптироваться. Это, скорее всего, пройдет вот просто само по себе. Почему вы учите вот этот софт какой-то сейчас конкретно? Ну, потому что он сейчас актуален. А 15 лет назад он был неактуален. Вот точно так же через 15 лет человек будет учить то, что актуально и даже не заметит, что что-то не так. И все это останется на местах. Вряд ли будет сидеть менеджер в компании, который... Так, мне нужен дизайн проекта. Ладно, что там? Мне нужен SMM, посты там, 8 постов, карусели на такую-то тему. Делай. Не будет такого, скорее всего. Сейчас я, мне кажется, вот спустя полтора года вот этих развития нейронок уже можно сказать, что не будет такого, что тебе завтра нужно знать там какую-нибудь нейронку, тебе нужно обязательно это уметь, потому что оно как-то реально вошло в русло и нет такого ажиотажа уже и просто это все как-то сошло. Как бы быстро и резко оно так вехами не развивалось, это все равно в масштабе будет очень плавно. И вот сейчас нам всем пришлось, захотелось, стало интересно, мы поизучали и как будто уже там ничего суперактуального нету, ну так оно будет потом и мы точно так же их поизучаем три недели и все будем знать. Вот это да. Да, даже те, вот например, Миджорне нужно было прям вникать в какой-то момент, как написать промчаток, сейчас ты просто от балды хрена и получаешь красиво. Да, они развиваются. Когда в следующий раз стрельнет, подождите вы полгода и потом учите, оно усталбится, будет не альфа, условно, а все такое. Надо, кстати, потестить 6-6-ю прям нормально, посмотреть, как оно будет. А почему она плачет, я не понимаю? Потому что у тебя баты списались. Да нормально. Нормально. Ладно. Для меня это, кстати, было прям такое, о, нифига себе, оно есть, могу пользоваться. Классно. Так, следующий был вопрос. Какой-то человек, зареяние уже брать, за него набро, вот, спрашивал по поводу того, что говорить побольше про мошен в Блендере, можно ли сейчас в Блендере делать то же самое, что и в Синьки, или стоит сразу идти в Гудине и так далее. И вопрос, конечно, интересный, сразу направляет на то, что человек в процессе поиска. Ответ мы не знаем. Вот, но что могу сказать, я скажу, ты там возразишь и так далее. Можно ли в Блендере делать то же самое, что в Синьке? Про что мы говорим? Если мы говорим про эффекты, анимацию и так далее, про мошен, сейчас не про рендер, про рендер отдельно, то да, можно делать вообще все то же самое и даже больше, но только намного сложнее, потому что Geometry Notes, и это надо прямо выникнуть, это вот очень близко к Гудине, очень близко на этом этапе к Гудине. Именно вот в этом направлении, когда мы говорим не про симуляцию, а чисто про анимацию и процедурное моделирование и так далее, все это можно делать и даже плодотворнее, чем в Синьке, но только это будет намного сложнее и намного сложнее это все выучится. Синька будет более интуитивная в этом плане, если прям с нуля начинать. Если вам интересно, если вот вы понимаете, что вам ноды, это идет, в Блендере вам будет проще, потому что я, например, как логику Синьки в итоге не осилил, она хоть и понятная там отчасти, но я просто не осилил ее. Вот, ну вот эти вложения, 550 там тысяч раз друг в друга, какие дополнительные филды и так далее, оно очевидное в масштабе очень простого эффекта, в масштабе чего-то комплексного, большого уже сложно. Вот, ну и в Блендере все то же самое можно, только через Geometry Notes. Geometry Notes это нодовая система, такая же, как в Houdini и она будет посложнее. И тут вопрос, стоит ли идти в Houdini. В Houdini это намного сложнее, чем в Блендер, намного сложнее, поскольку там куда больше там простор действий, там немножко отличается самая система, не вдаемся в подробности. И фишка в том, что там можно еще больше, это все можно коннектить с симуляциями и так далее, это будет еще круче, поскольку это будет более комплексный проект. Но это немыслимый масштаб, если начинается с нуля. Если у вас есть уже опыт в каком-то софте, там в несколько лет, то скорее всего надо попробовать, как минимум просто интересно ради и Houdini посмотреть. Вот, но на начальном этапе я бы выбирал между синькой и Блендером, соответственно. Я думаю, они примерно равносильны, учитывая только то, что Блендер будет чуть сложнее освоить в плане Geometry Notes, но он будет бесплатный. Да. А синька будет платная. Основной же критерий это то, что все бесплатно в Блендере. И хрена платите при этом еще. Да, из России, по крайней мере. Ну, может, есть какие-то, конечно, способы, ну, не может, а есть какие-то способы, но, блин, она намного дороже, ну, в смысле, она дорогая реально синька, выходит... Относительно бесплатности, особенно. Относительно бесплатности, да. Но касаемо Motion, она же намного проще. Вот ты говоришь, что проще, ну, тебе, по крайней мере, было освоить ноды, чем вот всякие эффекторы в синьке. Ну, мне кажется, ты просто особо не пытался, потому что мне кажется, что порог вхождения вот в вот эти нодовые штуки все намного выше, чем просто освоить вот эти все Motion штуки в синьке. Да, я пытался. В плане того, что я сколько я год в синьке точно просидел. Я прекрасно представляю, как какие-то базовые эффекты сделать, какие-то... как что-то колышется, как раскидать какие-то объекты, опять же, дистрибьюция, как сделать там взаимодействие двух каких-нибудь клонеров, которые будут как-то хрен его знает, трансформироваться, неважно, что мы хотим, как что-то искажается, изгибается, имитировать какую-нибудь ткань, условно, не симуляция, а модификаторами. Но просто я прекрасно представляю, как это сделать в Blender. И мне кажется, что это проще в Blender, потому что я просто уже умею. Когда я только учился, это было сложно, это было долго, я тоже долго вникал. Это было так, что я мог один урок на 40 минут просматривать две недели до тех пор, пока я досконально каждый шаг не буду понимать настолько, чтобы я мог его воспроизводить рандомно. Это длилось долго, но я просто это осилил, научился, и теперь мне кажется проще. Но опять-таки, это суперсубъективная штука. Да, вот ты, опять же... Я говорю, если у вас душа лежит к нодам, Гудини или Blender? Просто изначально невозможно сказать, лежит ли у тебя душа к нодам. И вот ты сейчас говоришь, что ты типа супер это все долго делал, супердолго вникал, а если бы ты супердолго вникал в синьку на таком же уровне, то я думаю, синька была бы попроще намного. Ну, скорее всего, да. Потому что в Blender объективно они очень корявые же ноды. Не, не, они никогда не корявые. Да ну, блин, по сравнению с Гудиней, естественно. В Гудине есть разные контексты. Есть... Я не помню. Ну, там все это в фире намного. В Blender оно есть как будто вот одно такое все. И ты пытаешься из этого что-то там законтачить. И получается, есть контекст, который забыл. Кто знает, тот поймет. Напишите в комментах, пожалуйста, чтобы люди могли посмотреть. Самый базовый, мать его, контекст в Гудине, где мы процедурно моделируем, что-то там в VISA какие-нибудь назначаем, раскидываем объекты, что-то мы там анимируем базово, без симуляции, без кодов, без нодов. Ну, ладно. Вот есть, когда мы пишем VEX, а есть другое. Забыл. Воп, возможно. Вот. Вот этот как раз-таки не кодовый, а другой типа Воп. И плюс самый базовый контекст, может быть, СОП, хрен его знает, могу ошибаться. Вот здесь напишут четко, какие два контекста. Это Blender. Все остальные контексты, контексты Гудине, их нет в Blender. В Blender только вот эти два контекста. И они интегрированы, как бы, это один контекст в Blender. И он отлично работает точно так же. Ну, он поменьше, естественно, может, чем в Гудине. Но он прекрасно работает, суперочевидный. Как будто бы, знаешь, что в Гудине и в те же самые ноды в Blender нужно дойти до них. Типа нельзя просто сходу не зная ничего пойти, пойду в Гудине и хайлевел какой-то уже изучать, начинать. Да, вот в Гудине вообще хрен получится пойти и изучать. Это будет процесс, скорее всего, в годы, где вы там чуть-чуть попробуете, чуть-чуть попробуете, чуть-чуть попробуете. Вот тут побольше, а тут попробую. Сделаю вот тут эффект вот такой и затяну его там в свой софт какой-то. Но мы забываем про одну вещь. В синеме тоже есть Geometry Notes. Серьезно? Да. Я не знал. Такие же условно. Только никто ими не пользуется и они работают не так хорошо. Потому что они не нужны, потому что там уже есть куча других инструментов. Возможно, я не знаю. Но я помню, что в курсе у смайлов по Pro-версии синьки есть отдельный блок про как раз Geometry Notes в синьке. Вот. Я его не смотрел, знаю. Вот. Но я знаю, что это оно. И ни разу в жизни не слышал, чтобы кто-то этим пользовался. Если вы шарите в синьки по этому вопросу, напишите, пожалуйста, разверну, а что это? И когда-нибудь использовали, не использовали, а что это вообще? Вот. Оно там, во-первых, да, и скорее всего менее нужно. И оно, насколько я знаю, там намного менее очевидно и понятно и сделано и хуже работает. Вот. Наверное, если про это никто не говорит. Ну вот, да. Потому что в Blender'е были до Geometry Notes классических были, например, другие ноды, которые Animation Notes, по-моему, так не назывались. Это очень похоже на Geometry Notes, но только про анимацию и там другое. И там много чего тоже можно было делать, но они были неочевидные, они были сложные. Слышал про такие вообще? Нет. Animation Notes? Да, я про них услышал, когда на какие-то опять рилс нашелся, как чел что-то на дыме смотрел. Это было три года назад. Я такой... Черт. Вот. И это тоже было в свое время неактуально. Возможно, в Cinema тоже станет актуальным. Но фишка в том, что, да, неважно, как бы выбирайте, что нравится. Cinema Blender. Блин, а как понятие нравится. Да, фиг его знает вообще. Вот. Если вообще не знаете... Просто это там тыка, реально. Да, выбирайте Blender, потому что это будет мягче вход, скорее всего, в плане... Но это будет бесплатно, а самое главное тебе. Это будет бесплатно, да. Это такое... Что я постоянно... Важный момент. Мы говорим бесплатно, и многие могут подумать, могут подумать, ха, сейчас скачаю взломанную версию. В этом и нюанс. Не скачайте. У Cinema нету... Может, у Cinema и есть, но у Cinema нету рендер-движка, у него есть Redshift. А Redshift взломанного нету. Не скачайте. Просто никак. Только купить. Возможно, какую-то студенческую версию. Хрен его знает. Сейчас нет наших студенческих. Вот, не знаю. Опять-таки, расскажите нам, если что. Вот, но это будет дорого, это будет геморройно, это будет через костыли, и оно того особо и не... Ну как? Не стоит. Ну и кому-то стоит, да. Если знаешь, зачем тебе это стоит. Если не знаешь, то как будто бы, да, не стоит. Ну если с полного нуля путь в Blender. Blender сейчас на хайпе, на тренде уже вот... У меня вся инста усыпана, да и уже... Потому что лайкаешь постоянно у тебя предлагают. Я вообще никогда... Я специально никогда ничего не лайкаю, я быстро все листаю, чтобы максимально объективно... Чтобы инста ничего не поняла. Но там уже просто невероятности всякие делают, которые в синьке я никто не видел. В синьке только мошен, по сути. Не знаю. Blender куда более широкая тема в плане возможностей. Но Blender всегда второй, да, вот это вот. Блендер как бы... Ну как будто бы по артам он уже на первом месте. Да блин, арты есть везде вообще хорошие, в любой программе. Хоть автокад... Хоть автокад открой какой-нибудь тут-тутер. Ну, я условно говорю, и там будут суперкрутые арты. Ты такой, блин, надо автокад изучать. Я вот помню, раньше был там Макс Хэй, например, на Ютубе. Помнишь примерно? Нет? Нет. Короче, чел на Ютубе, который делает классные такие артовые сценки, каких-то там масштабных, там гор, не гор, замков. В автокаде? Не, в Блэнд. Вот. Но сейчас мне уже десятки на Ютубе в день разных рандомных людей попадают, которые круче делают. Зайдите на Блендер Маркет, нажмите тренинг, и... Я не знаю, как этот курс называется. Вот тут напишу название. Вот. Просто посмотрите, что чел там делает. Я не уверен, что в мае можно так собрать, чтобы так стабильно в реалтайме работал, там просто неадекватного масштаба сцена. Я тебе скидывал, ты точно видел. Собирается какая-то вообще... Вот здесь, ладно, я вставлю просто вставку видео, как это выглядит. Это в реалтайме, ну просто представьте, что это такое. И да, можно говорить про Unreal, но Unreal это опять другая тема. Ну да, это вообще... Да, мы говорим про Motion. Motion это Cinema или Блендер. Cinema, да, больше Motion, чем Блендер. Да, окей, где-то проще, но нам платная, с более... Не более высокий порог. Не более высокий порог входа. Она менее актуальна, как будто сейчас. Блендер постепенно, вот типа Cinema по актуальности, а вот Блендер был три года назад. Вот Блендер сейчас. И он идет, и идет, и идет. Он догонит и перегонит. Мне кажется, вот из-за того, что многие сейчас выбирают Блендер, потому что он бесплатный, он как раз из-за этого и развивается сильнее в плане актуальности. И более... Более... Большое количество студий переходит на Блендер, потому что в основном сейчас все новички, которые чуть поменьше берут, знаешь, устраиваются и на Блендере работают. И как раз студии тоже Пайплан переводят на Блендер. И за это вот происходит как раз то, что ты описал вот это вот. И опять-таки, кстати, про вакансии и требуемый софт. Многие могут написать, ну, где Блендер не требуется, подождите, поищите в этот, вот некий, пока не забиваем, кто это. постоянно на хаткантере сидит и в плане смотрит это все. Там Блендер уже вот... Два из трех Блендер нужен. Вот. Там нужно обычно Cinema, Maya, Блендер или Unreal. Вот четыре софта. И еще иногда 3D Max там мелькает, вот. Но чаще всего там Cinema и Блендер сейчас. На втором месте Unreal и Maya, и на пятом месте, на третьем получается 3D Max. И в плане он супер набирает актуальность. И это абсолютно по разным сферам. Это и Motion, это и SMM-ные всякие позиции, это и Game Dev. Это куча, это вообще уже все по сути. Поэтому это супер перспективная штука. Это как вкладываться в нейронки, так же вкладываться в Блендер. Вот. Поэтому... Опять-таки, что выбирать, решать вам. Можете выбрать Cinema, можете Блендер, но точно для начала не выбирать Houdini, потому что тогда вы пойдете работать все-таки курьером лучше, чем сидеть дизайнером, потому что Houdini с нуля не выбирают. Никогда. Да, есть только там Московскую школу кино какой-нибудь, или там Screen School. Где есть уже обучение по Houdini. Ну, типа такое, и оно изначально там Houdini, нюк идет и все. Это как для композитинга выбирать не After Effects, а нюк изначально. А что такое, а как это работает? Опять ноды, блин. Вот, кстати, блин, про композ, ладно, про композ, потом про ту тему, которую я еще хотел. Я композу все время в Блендере, до этого это был After Effects, композить EXR в After Effects ультра неочевидно относительно Блендера, но, опять вспомню, когда мы делали мультики, как ты композил в нюке мультик с эти EXR, просто тыкаешь, там что-то получаешь, в After Effects такого нет, там этих сладьев распороладится 500 тысяч, он лагучий до смерти. Ну да, да. Вот, поэтому я все время в Блендере композу. Но я стал подумывать... Возвращенец. Да нет, да, да. Но я стал подумывать... Да за неделю все учится, но я стал подумывать о том, чтобы попробовать композить во фьюжене, и причем не в нюке, почему не знаю, не в нюке, но охота во фьюжене. Я стал много работать до Винча, вот, и там очень много всяких прикольных штук, как там шумодав, например, цветокор ультра, там детализированный, с кучей там масочек удобных, которого нет в Блендере. И это все идеально еще совместить с самим композом. Там также очевидно работают EXR, и криптомейты, и так далее. Вот, поэтому... Я это к чему вообще говорю? Хорошо. Опять-таки, про софты, вот, то, что, с чего начинать. Там нюки и так далее. И вот, я начал с автор эффекта. Потом перешел в нодовую структуру в Блендере. Теперь я только подумываю о том, чтобы попробовать композить во фьюжене. И, возможно, когда-нибудь я дойду до нюка. И это вот путь, скорее всего, к вот этому софту, типа, нюка и гудини. А не так, что я нюк и гудини учу. Да. Но, опять же, ты, типа, должен понимать, для чего тебе это нужно. Да. Ну, и вторая тема, опять-таки, про выбор софта. Есть Блендер, в котором есть Cycle с Иви, а есть Cinema, в котором нету ничего. Но, можно поставить Redshift. Но он уже, наверное, альтернативный стал, хрен его знает. Вот. Но фишка в том, что Redshift, опять-таки, отдельная платная штука, которую, ну, можно в комплекте их купить, но он дорогой. И он, да, он делает красиво, он делает несложно. В Блендере будет другого характера картинка. Не такая, как в Redshift. Чтобы ее туда подвезти, это надо сильно извернуться, но оно того и не нужно. Зачем вам делать в Блендере такую же картинку, как в Redshift, если вы уже в Блендере? Уже вполне начинает входить, как трендовая характерная картинка из Блендера. У любого рендер-движка есть характерная картинка, неважно, Redshift, Octant, R0, который он в кино делает, и так далее. У них есть своя характерная картинка, как она выглядит, как она получается. У Блендера тоже такая есть. И она не воспринималась какое-то время, сейчас уже начинает восприниматься. Поэтому не то, чтобы нужно делать это в Redshift. Но про Redshift, опять-таки, и Cinema. Там есть супер такая штука, что, опять-таки, если вам не нравятся ноды, синим вы можете не трогать практически вообще ноды, потому что вы можете делать материалы, хоть там и нодовая структура, пресетами. Есть такая хрень, как Grayscale Gorilla. Что это такое? Это пак. Ну как, не пак, это бесконечное количество условно паков материалов, которые невероятно, ультра суперкрутые, на любой вообще вкус, на любой характер, на любую вот вообще все. Они там сканируют ультра круто каждый материальчик, собирают из них паки. Это все нативно интегрировано в Cinema, и ты просто перетаскиваешь и получаешь, что тебе нужно. Чуть-чуть подучи ноды, чтобы ты мог там, если что, подкорректировать там цвет, оттенок, я не знаю, там количество бампа, например, и все. И используя просто Grayscale Gorilla. В Блендере такого не было. Там есть аддоны, которые содержат материалы, PBR материалы, но это просто там материал стены, там бетона, материал дерева, и, ну, они не motion, они не суперкрутые, красивые, не супер, не суперприятные, так скажем. Есть real-time материалы, которые делают motion стилевые материалы, но они опять-таки немножко отличаются. Grayscale не было для Блендера, но теперь есть. Никто не пробовал, но очень дорого еще стоит. Причем, если вы пробовали, обязательно расскажите. Я не уверен, как будут выглядеть эти материалы в Блендере, учитывая, опять-таки, характер картинок там в синеме, ну, вернее, в Redshift'е и в Cycles'е, но это должно быть как-то похоже, и с Grayscale, например, можно достигать, мне кажется, очень похожей картинки по характеру синькой. Вот. И мне кажется, то, что Grayscale расширил свою аудиторию еще и на Блендер, это очень плохо скажется на, опять-таки, аудитории синего, то, что это могло быть прям весомым рычагом. Почему выбирать синего? Потому что, есть Grayscale, Grayscale Gorilla, выбираешь софт и такой, блин, где есть Grayscale Gorilla? Куда я пойду? Где есть супер... Где можно не шейдить? Это тоже такое очень вторичное. Да нет, это, кстати, неправильный подход, то, что ты выбираешь и такой, блин, не хочу учиться, хочу просто готовенькое делать. Это же неправильно. Тебе нужно уметь самому что-то делать ручками, чтобы потом, ну, тебе это как минимум явно пригодится, чтобы в дальнейшей... Ну, скорее всего, это изначально понятия не имеешь, что такое, да, есть вообще. Ты на это не опираешься. Но, например, я вспомню там свою историю. Вот я учил автор... Вот я учил автор эффект когда-то, и первые заказы я как делал? Я на видеохайве брал шаблоны, в них там что-то запихивал и получал материал. И я к этому пришел как-то, я не знаю, рандомно. И вот у меня как-то так всегда шло, что когда новый софт, я беру какие-то готовые сначала материалы и так далее, и все к этому, скорее всего, придут. Вот смотрит там Джун какой-нибудь там, человек, который начинает на какой-нибудь там референс, он выглядит офигенно, и он не знает, как делать этот материал. Он просто загуглит, где взять этот материал. И вот на синему он найдет крутых материалов куда больше, чем на блендер, которые из коробки будут работать. Нашел бы, пока грейскилл Горилла, сделали аддон для блендера. Но опять же, он не просто так будет искать эти материалы, он уже воткнулся в какую-то задачу в каком-то софте конкретном. И такой, вот мне нужный материал. Человек не будет перескакивать в другой софт только потому, что там есть какие-то пресеты материалов. Ну, это да, да. Вот. Но сейчас-то мы говорим, типа, мы рассказываем новичкам, с чего начать. И вот в синеме раньше было бы более просто... Тогда не рассказывай, потому что люди должны уметь делать что-то ручками. А потом уже дойти до того, чтобы использовать пресеты с умом. Да. Всегда придется научиться использовать что-то ручками, потому что... Потому что не знаешь, когда тебе... Откорректировать элементарно не сможешь. Вот есть такой материал, офигенный, он зеленый, тебе надо синий. Одна нода, которую вы не знаете, да. А ты сидишь и не знаешь, блин, ладно, пойду в синего тогда. Вот. Но я думаю, когда ты доходишь до каких-то первых заказов, ты, скорее всего, прошел какой-нибудь там курс уже какие-то элементарные там знания. Ну да, да, 100% тема. Вот. Короче, опять-таки, что убирать? Да, плевать. Да, плевать на это вообще. К чему душа лежит? По интерфейсу посмотрите, где больше вот приятнее, туда и идите сначала, как бы без заморочек. Вот. Но я с синего пошел сначала. Забавнее вообще, другое не стояло такого вопроса, что убирать? Ты сам вот только что сформулировал. Нет, нет, там типа чел, помогите, с чего начать. Он такой сказал, помогите. Тогда ладно, тогда не знаем. Тогда есть ответ. Но фишка в том, что я тоже начал с синего, Семен начал с синего. Да, было такое. И свернули нахрен. Ну, кстати, да, тогда еще была студенческая подписка, и в целом было окей. Я не помню, почему Blender пошел. Не знаю. Но в итоге как-то пошел. Реально. Какой-то заказ был в Blender, возможно. Хотя нет, у нас был какой-то заказ в Синке в Синке был, да. Он был не в Синке, он был просто. Ну, в плане 3D. Он был сделан в Синке. Не-не, заказ был в 3D, типа, и я плейну сделал в Синке, а ты, о, я плейну сделал в Blender, а ты тогда в Blender еще не учил, ты сделал плейну в Синке. И мы просто это объединили. И там, если посмотреть, там визуально заметно, когда происходит... Ну, это очень надо посмотреть, конечно, там. Хотя, я не знаю, в чем тогда ты в стандарте рендом, не в решивте, наверное. Не знаю. Вряд ли, наверное, в решивте. Надо этот перерыв сделать. Собственно, раз мы с этим, я надеюсь, закончили уже... Я тоже надеюсь. Как в студиях год начался, раз ты работаешь единственным в агентстве? Сумбурно довольно-таки. Есть определенные проблемы. Я просто помню, что раньше, когда я работал, всегда первые там две-три недели было ничего не делания. Пока все раздуплятся, скинут ТЗ, спланируют что делать, выиграют тендеры. Ты там что-то сидишь, там час в день работаешь и только потом разгоняется. Да, возможно, так и было раньше. Но, кстати, не знаю. Вот в прошлом году, по-моему, ты же тоже работал, и у нас началось прямо с самого начала, с самого начала января. В прошлом я не работал. Нет? С января уже нет. А. Я долго сагал, я в жару. И вот в прошлом году то же самое было, то, что все началось прямо с первых чисел, реально с первых рабочих дней. И сейчас то же самое. У нас как-то не вошли мы в то русло, когда, знаешь, контент ты готовишь заранее, и у нас готов уже контент там вперед далеко. И приходится прям сейчас напрягаться нормально так. Все. Ну, то есть много всего. Много всего, да. Есть куча контента, который нужно делать. Я в этом году тоже заметил, что я вот когда начал, я болел, опять-таки. Я начал не когда все, там, наоборот, не позже, там, числа десятого, сел за комп, открыл, и у меня уже висело один фриланс с фэмили, и два фриланса один с другого агентства, и один просто вот от ребяток с логотипом, про который я говорил в начале. Это сейчас. Да, это вот три схода было, даже четыре было, один отвалился, потому что я сказал, я только вот отошел. Даже у меня уже есть фрилансы, и какие-то внутренние уже проекты есть, ну, фэмильские, которые нужно делать. Как будто жара какая-то в этом году начинается. Вот, напишите, как у вас, кстати, год начался, потому что тоже интересно. Да, как? Опять-таки это свойственно студиям, потому что у меня два из трех фрилансов, это студия, какой-то третий тоже, наверное, студия хреном знает. Вот. И мне кажется, что как будто бы рынок восстанавливается после последних пары лет, вот, и работ становится много, опять-таки. Какой? Да, есть. Мне кажется, даже не только у нас в индустрии, а много где сейчас какие-то проблемы присутствуют, которые нужно решать после Нового года. Не знаю, может, это год такой просто был. Знаешь, мы просто хвосты подтягиваем после вот праздников, все такое. Еще вот вопросик. Часто ли приходится делать? Опять-таки, мы говорим не про фриланс, на фрилансе вы можете взять все, что угодно. Вот вам предлагают, и либо хочешь берешь, либо не хочешь не берешь. А на работе тебе говорят делать? Ну, надо делать, скорее всего. Вот. И часто ли приходится делать такое, чего не умеешь или не хочется делать? Например, вот как я никогда не брал статику. Просто в принципе, ну, в плане не статику в 3D, а статику там в Photoshop и всякое такое. Я не буду делать. Вот. Мне оно не надо. Вот. И мне давали что-то другое. Но ты, насколько я знаю, статику, например, начал делать и так далее. Ну, бывает много. И вот часто приходится делать такое, что надо переломиться, чтобы научиться. И впадло. Или просто вот то, что раньше не делал, теперь приходится делать. Есть такое сейчас, да, на следующей неделе. Вот с понедельника начну делать то, что я не делал для вот конкретного бренда раньше. Сейчас, не знаю, как-то расширяется список задач, которые вот нужно делать, которые мы раньше не делали и нужно будет разбираться в целом. То есть не то, что раньше делали, вот именно новое. Ну, например, там 3D-шные штуки встречивать в фотке или в видео. То есть мы раньше это не делали, сейчас надо будет делать. Тренд уже пошел. Да, кстати. Но это довольно прикольно выглядит, если это нормально сделать. Может прикольно выглядеть. Надо будет сейчас разбираться и делать. Сразу вот подсказка IE2Blend-аннон, который... IE2Blend? Да, который просто третчишь в After Effects через Camera Tracker, выделяешь там какие-нибудь кнопочки, нажимаешь OK, и тебе в блендер целиком и камера переносится, и плоскость переносится, и ты еще как... разрешение камер переносишь, формат у тебя все идеально встает, и ты просто там кубик делаешь полусловно зданию, например, и делаешь что угодно потом. И просто рендеришь в PNG и закидываешь поверх. Это несложно, оказывается, делать. Вот это, кстати, интересно. Наверное, я что-то такое буду делать, а потом у тебя еще раз спрошу, потому что я сейчас, скорее всего, не запомню это. И я думал сделать что-то типа а-ля сцену в блендере, сделать камеру, и камеру перенести как-то там в это... в IE. Я тоже раньше думал, как делать, а как-то еще раз проще делается. Вот, ну, потому что это стало трендом там полгода назад. Все уже научились, и там куча контента, как это сделать условно. Вот, но VFX как будто входит в моду, вот в этот, опять-таки, трусы на здание повесить. Ну, типа такого, да. Нормально. Классно, что есть такая штука, потому что я думал... Я примерно знаю, что там делать, просто раньше не было таких задач, именно вот в студийных, вот этих проектах. Я помню, как еще там... Вот я, когда работал, там, полтора года назад, по моде, вот, для ТикТока, а для Hyundai... Короче, для какой-то из машин нужно было доделывать VFX-ом какие-то прикольные штуки, там, то ли шарики, то ли распадание тачки, на что-то такое-то. Вот еще полтора года назад что-то начинало мелькать. Это Hyundai были, я помню, такие видосы, да? Я их монтажил. Ну вот. И сейчас это оно уже прям горячку какую-то обретает, супертрендовую и так далее. И, кстати, напишите, делали ли такое опять-таки. Да, ну вот оно, да, видимо, примерно где-то полгода назад началось, мы просто это не делали, видимо, до нас теперь дошло. И вот только еще, до записи обсуждали, а что там вообще сейчас по трендам? Надо подождать, пока год разгонишь, чтобы посмотреть, что там по тренду, а вот тебе и тренд сразу. Ну это как будто бы не такой уж суперновый тренд, это уже есть, просто мы это особо в работе не использовали раньше. Ну, скорее всего, он вот этот год, наверное, пройдет под вот эгидой вот этого VFX. Ладно, полгода пока это не надоест всем. Ну, возможно, возможно, полгода будет, да. Но это прикольная штука, там реально классные штуки можно делать. Поэтому учитесь делать VFX в плане в видосы, вставлять чего-то, чего нет. В видосы или картинки. Ну, в картинке просто, это, конечно, фигня. Картинки просто в фотошопе, да? Да, обычный компост, по сути, но видосы, да, это сложнее немного. А еще, чтобы было типа суперидеально, используют PFT какой-нибудь, но, скорее всего, не будешь использовать, как я никогда не использовал. Но там можно делать идеально. Подожди, я сейчас IE2Blend не разобрался. Как на CG-подкасте, кстати, посмотрите CG-подкаст номер один со мной, там интересно. И он очень долгий, очень-очень, там часа на три, наверное. Там обсуждали, что такое матч-мув. Так, что такое матч-мув. Я что-то помню, но... Суперсильно тречишь какой-то объект, чтобы он досконально идеально там был и ты к нему что-то мог привязать. Короче, просто классный трекер. Такой довольно узкий. Я, опять-таки, мог бы тупым и не суперсильно это понимать, да, но вот так оно. И там еще писали в комментах, о, блин, дизайнер, который не знает, что такое матч-мув. Я знаю, что такое матч-мув, но не в таком глобальном, там, кинопроизводстве, условно. Я знаю, что такое трекинг прекрасный, и знаю, как с этим работать. Это очень узкая такая тема, чтобы вообще обращать внимание на такие комментарии. Но, опять-таки, матч-мув, там, PF-трек и еще что-то. Так что PF-трек, значит, обретает... Мока. Мока нормально, на самом деле. Вот, кстати, кто тречил в After Effects, тоже интересно. Когда тречил в After Effects, у них разная технология трекинга, но After Effects все время, он как-то тупит. Но, опять-таки, для вот таких видосов, как мы обсуждаем, судя по видосам, которые я видел, именно там по урокам и по каким-то нарезкам рилсов, это вполне себе хватает. Буквально камера трекера в After Effects и готова. Но Мока в тысячу раз лучше тречит. Он там как-то то ли по пикселям, то ли он целиком смотрит на картинку и прям досконально это двигает. с Da Vinci, который вот цветокор делаем, например, вы не видите, а здесь есть маски в этом видео, которые затречены. А может быть и нет. Ну, они затречены, здесь статичная картинка. Возможно, здесь есть маска. Ты сейчас, да, показал, да? Тебе все будут видеть. Да нет, да не будет там маска, нормально все было. Ну, посмотрим. И фишка в том, что, например, Da Vinci тоже отлично тречит. Он, если на лицо кинуть маску, он не просто будет ее как-то двигать, он и будет в процессе вот так вот там. Я видел, кстати, помнишь, мы с тобой в первом видосе пытались притрекать, когда ты вот так вот рукой махнул. Да, и все съезжает. И у него вот так маску куда. Так же, как в After Effects, абсолютно. Я, кстати, недавно вдался в трекинг в After Effects и допер, наконец-таки, спустя, я не знаю, десятилетия, нахрена две области вот в этих квадратиках. Давай, инсайд. Но первая область, это в рамках которой он... Короче, вторая область, это где он большая, где он будет искать ту точку, куда ты поставил, а первая область что-то другое, где эта точка находится, или что-то такое. Понятно. В общем, ты разобрался очень глубоко. Вот. Но это сложно объяснить, но это понятно очевидно. Когда ты там чуть больше эти области... Ты когда смотришь на видео, там, понимаешь головой, насколько у тебя камера движется, и ты делаешь квадратики нужного размера, то трекинг намного лучше работает. Вот. Но опять-таки, так уже никто не тречит почти, а просто мы камеру трекинг тыкаем, и он там точки сам накидает. Но и Blender тоже прекрасно на самом деле тречит. Вот ты опять своим Blender, конечно, не мог не расставить. Неочевидно. Нельзя так. Сложно. Это надо подчищать, это надо много уроков посмотреть, и проще реально использовать i2blend, камера трекер. Подождал 10 минут, оно затрекалось, i2blend, и у тебя в Blender сцена из-за After Effects условно. Камеру закидываешь, и у тебя любой объект прям досконально стоит. А потом камеру в After Effects обратно закидываешь или как? Нет, ты просто трекаешь в After Effects, в Blender есть кнопка экспортировать, он автоматически из-за открытого проекта закидывает тебе камеру, и там плейн, например, который ты сделал, когда ты выбираешь точки, делаешь там, создать плейн на этих точках. И вот ты заходишь в камеру, и у тебя уже есть. Ты пишешь, у камеры нужное тебе фокусное расстояние, там по умолчанию не 50 миллиметров, а там 44, что-то там такое. Вот, и закидываешь просто бэкдропом видос, все. Ты делаешь, как тебе надо, весь графон, рендеришь в PNG, и в After Effects просто поверх закидываешь. Причем на стены ты кидаешь какие-нибудь кубики, например, и делаешь у них этот shadow, shadow catcher, shadow catcher, да, чтобы тенюшка отбрасывалась, и вообще лакшерней получается. Блин, ну звучит, конечно, довольно просто. Чуть-чуть еще цветокора, главное еще рендерить 16-bit PNG, чтобы чуть-чуть больше было простора на цветокоре, и там суперидеально все подгоняется, это действительно несложно. Мне нужно будет это сделать за пару часов, надеюсь, это настолько несложно будет. Ну, кстати, вот опять минус студии, то, что на многие задачи тебе пару часов, там, три часа, и ты просто не можешь делать круто. Ты делаешь так, как вот ты можешь делать за эти два часа, да, а потом ты не можешь положить себе это в портфолио, и в масштабе года ты сделал там, наверное, 100 проектов, из которых там пять ты можешь положить в портфолио, потому что ты где-то вырвал время на это, а 95, они ок, но они не крутые, они просто тебе не дали время их допилить. Да, реально, времени бывает прям часто не хватает, и тебе прям хочется сделать нормально, но, блин, а когда? Нет, уже времени нужно сделать что-то другое. Что ж, окей, у нас час, записи, и давайте с вами еще решим, а сколько должен идти подкаст? Мне кажется, час, там, 50-70 минут, это идеально. Дайте знать в комментариях, но этот подкаст будет вот таким. Что ж, мы обсудили, кстати, буквально там три темы, из которых полподкаста, был комментарий один, потом другой. Мы обсудили много про Блендер, я думаю, так что нормально. тоже интересно, да. Вот, так что пишите, пожалуйста, в комментариях, больше комментариев, больше конструктива, чтобы мы могли это вовлекать, опять-таки, в обсуждение, это будет интересно, я надеюсь. Вот, возможно, поделимся каким-то опытом, экспертизой, может быть, нет, может быть, тупость какую-то, скажем, но посмотрим. Но, в общем, пожалуйста, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, ставьте лайки, лайки, лайки и комментарии, лайки и комментарии. Не будет лайков, комментариев, будет плохо продвигаться подкаст. Это так, это просто так работает. Поставьте вы этот лайк прямо сейчас и напишите комментарий хоть какой-нибудь, это очень поможет. Вот, ладно. А не будете ставить лайки и комментарии, мы будем снимать и все. Будем редко снимать. Будем очень редко снимать. Ладно, спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok